Всем привет, мои хорошие! С вами вновь я, Эльза Одисон. Ну что ж, мои хорошие, давно у меня не было видео дневника, я давно с вами просто не болтала. И сегодня вот решила поболтать и рассказать вам свою историю, как это быть блогером из маленького городка. Я специально села поудобнее, чтобы мне было удобнее болтать, так полегче, чтобы я не напрягалась. Хочу просто вам рассказать свою историю, я не знаю у кого какая она бывает из других городов. Я расскажу вам лично свою историю, может быть другие блогеры посмотрят, и может быть у них так же, может быть нет. Моя история началась с того, что я живу в маленьком городке в республике Башкортостан, город Нефтекамск. У нас маленький город. И знаете, я пока не стала блогером, я не задумывалась, что он такой маленький, я даже не обращала на это внимания. Да, город-город и все, я ни о чем не думала. Для меня он ничем не отличался, даже я жила в большом городе, приезжала сюда, и я не видела прям таких сильных отличий. Да, я видела, что там, например, шумно, у нас приезжающая тишина. Когда вот начала заниматься блогерством, я поняла, что маленький город отличается все-таки очень-очень сильно от больших городов. Ну и как я вообще прочувствовала то, что отличается маленький город от большого, да, это, наверное, тем, что здесь очень дико воспринимают такие вещи, как что-то новое, да. Я не знаю, у нас есть еще блогеры в Нефтекамске или нет, если как бы они, наверное, есть, они, может быть, так скажу, не такие, как я, как сказать. Я не скажу, что я мега популярная, да, но все же у меня есть какая-то активность, и я не видела пока такого человека у нас в Нефтекамске с такой активностью, как у меня, да. И у нас это воспринимается немножко дико, и я не знаю почему, потому что как бы разделили, знаете, на две части люди. Люди, которые хотят двигаться вперед, развиваться и что-то новое изучать в этом мире, да, потому что все мы люди, мы развиваемся, мы идем к чему-то новому, изучаем что-то новое. И есть большая часть, которые тоже идут в эту сторону, а есть такая часть, которая заступорилась и не хочет двигаться с нее. Ей нравится жить так, как она сейчас живет, ее все устраивает, и при этом они, эти люди, начинают тебя, так скажу, недолюбливать. Для них ты человек, который бездельник. Очень многие люди тут, которые у нас в Нефтекамске живут, думают, что я бездельник, который сидит целыми днями и нифига ничего не делает, только круглыми сутками в телефоне, да. Для них это блогер, вот, бездельник, целыми сутками в телефоне, и при этом еще зарабатывает миллионы. Это очень удивительно. Другая часть, тоже очень большая часть, мне тоже, мне это понравилось, что большая часть, знаете, это люди, которые поддерживают, но есть, конечно, которые тебя осуждают, проклинают и говорят, какая ты какашка ужасная, противная. Ну и большая часть, которые видят, что человек развивается, и они тоже идут в эту сторону и пытаются как-то тоже развиваться, что мне очень понравилось, что у нас начинается какое-то движение, потому что до этого я не видела этого движения. Оно у нас как-то заступорилось, и город, знаете, как будто вот остановили время, и город не двигается. Вот, вот такое было ощущение, потому что, как бы, сколько лет я здесь жила, оно вот так вот стояло в ступоре. И только сейчас потихонечку наш город начинает двигаться, вылазить из этого ступора, из этого времени остановления, да, когда оно остановилось и никуда не двигается. И вот сейчас я начала это замечать, что люди более-менее начали вылазить. Ну и, мои хорошие, я не осуждаю людей, которые живут своей жизнью, у них есть какой-то свой мирок, и они не хотят вылазить из этого мирка, это их не выбор. Да, я не могу их осуждать. А это мой мирок. Я живу в своем мире, и я хочу развиваться. Я не знаю, как пойдет дальше, но мне нравится снимать видео. Мне это приносит большое удовольствие. Также, надеюсь, как и вам, приносит удовольствие смотреть меня. Что еще я, с чем еще я столкнулась в нашем городе, когда стала блогером, это то, что люди, которые тебя раньше не то, что не замечали, они тебя знали, говорили привет. Нет, но потом, когда ты стала блогером, очень много людей начали, знаете, так относиться, что типа, ну я же тебя знаю, значит, ты мне должна. Что должна? Я ничего никому не должна. Даже если мы с вами знакомы. Я могу понять, да, если мы с вами дружим, общались просто классно, тогда да, я могу сказать, что я готова вам помочь, поддержать, там, не знаю, там, все что угодно сделать. Но когда мы с вами общались на уровне привет, как дела, дальше я не вижу смысла что-то как бы вам помогать и поддерживать, да. Были такие моменты, что люди, когда я только начала заниматься блогерством, половина людей от меня отвернулась, моих друзей, близких, родственников от меня отвернулись. И потом начали писать, там, Эльза, там, поддержи моего ребенка, поздравь моего ребенка с днем рождения, приди на день рождения, приди, встреться, сними видосики, они так от тебя кайфуют, балдеют, приди, пожалуйста. Кому-то я напрямик сказала, нет, извините, вы про меня забыли когда-то, так и дальше забывайте, да. Кому-то я технично сказала, нет, я не могу, кому-то я просто проигнорила, но меня больше всего удивляют такие люди, что они, знаете, они, это же надо наглость такую иметь, просто вылезти из ниоткуда и вспомнить, что мы, оказывается, Эльзу-то знаем, и начинать мне писать, причем что-то от меня просить, помочь им. Я сначала думала, что как бы, да, я могу помочь, сначала первое время я закрывала на это глаза, а потом я поняла, что когда у меня будет в жизни жопа, все эти люди, они от меня отвернутся, им будет просто похрен на меня. Я так для себя решила, что пусть я буду эгоисткой и буду любить себя, но зато, когда мне будет хреново, я не буду ждать какой-то взаимности от этих людей, потому что они все от меня отвернутся. Так же, как и было тогда, когда я только начала заниматься блогерством, они от меня все отвернулись, а потом вдруг появились. Так же и потом будет, когда я буду в попе, они все от меня отвернутся. Знаете, я рассказала вам такую большую часть сейчас минусов, да, в том, что как бы там люди отвернулись, какой-то такой непозитив, да. Сейчас расскажу позитив, это люди, которые меня поддерживают во всем, вообще во всем есть люди, конечно же, такие есть люди, которые меня поддерживают, рядышком понимают, понимают, стараются хотя бы понимать, да, конечно, не все, но большая часть стараются меня понять, и это радует. Очень много людей стали мне близкими, людей поддерживают, которые меня со мной рядышком, и за это, наверное, тоже я хочу сказать большое спасибо, потому что блогерство все-таки дало мне увидеть людей, увидеть жизнь, потому что, когда я жила вне блогерства, я жила в маленьком городке, не задумываясь вообще о людях, о том, как они живут, как они относятся к людям другим, да, я не задумывалась об этом. Как только я стала блогером, я начала видеть людей, какие они бывают в таких ситуациях, когда ты становишься просто, знаете, такой белой вороной. Мне иногда это напоминает такой момент, когда ты, знаешь, в школе такая вся фриковая, и тебя не любят в школе, да, там, не знаю, тебя недолюбливают, над тобой издеваются, там, ты такая белая ворона в классе, вот это что-то наподобие такого, когда ты, как белая ворона в городе, в маленьком, и кто-то на тобой издевается, кто-то тебя поддерживает, кто-то от тебя отворачивается, а кто-то, наоборот, приходит к тебе на помощь, и это как-то все взаимосвязано, как есть минусы, так есть и плюсы. Мне кажется, в этом и есть жизнь, в этом мы растем, развиваемся, становимся мудрее. Я думаю, что блогерам неплохо быть, даже если ты в маленьком городке, есть, конечно, как минусы, так и плюсы, как я еще раз повторюсь, да, но к этому можно привыкнуть. Как к плюсам ты, конечно же, привыкнешь быстрее, к минусам тяжелее привыкать, но все же ты привыкаешь, потому что это жизнь. Да, конечно же, иногда бывают такие мысли, знаете, хочется просто все бросить и уехать в большой город, потому что в большом городе это все воспринимается более как-то легко, что ли, потому что там блогеров очень много, и на этом не заостряет внимание, а в маленьком городке все-таки на этом заостряет внимание, тебя пытаются иногда унизить, принизить, а кто-то наоборот поддерживает. И, наверное, в большом городе было бы проще, но в маленьком городке есть тоже свои плюсы, потому что как бы я своим примером показываю в своем городе, что не нужно стоять в ступоре, нужно двигаться, двигаться вперед. И если тебе это приносит удовольствие, то надо и дальше к этому идти, не останавливаться. И я думаю, что люди, многие посмотрят меня и возьмут пример с того, что не надо обращать внимание на людей, даже если столько людей против тебя, просто нужно закрыть глаза, забить на все это, на всех этих людей. Раньше блогерства не было, это как бы пришло со временем, и многие люди этого не понимают просто. Мне очень много писали людей, что вот из-за тебя сейчас все дети будут хотеть стать блогерами, а блогер это бездельник, который ничем не занимается, просто сидит и бездельничает. Люди, это мне прям реально писали напрямую, взрослые люди, это не дети, это взрослые мужчины, женщины мне такое писали, да? Но я же никого не заставляю, мои хорошие, становиться блогерами. И если кто-то захотел стать блогером, вы сначала изучите вообще все, что входит в это блогерство. Это не бездельничество, это большой-большой труд. Ну и еще, мои хорошие, что же значит быть блогером из маленького городка? Да, это значит, что твой адрес будет знать большая часть людей, твою квартиру будет знать большая часть людей, будут приходить, стучаться, звонить, будут пробивать твой номер телефона, чтобы просто услышать, как у тебя дела, или пойти там похвастаться друзьям, да? Будут звонить в любое время, не задумываясь вообще ни о чем, спит человек, не спит. Будут в такие моменты, когда ты, например, идешь или сидишь, кушаешь, к тебе подходят, там, не знаю, резко обнимают. Были такие моменты, когда я стояла в магазине и резко ко мне подбегают, начинают обнимать. Я человек, я так же пугаюсь, да, я не робот, но я стараюсь реагировать в такие моменты, что как бы этот человек, у него эмоции, он не задумывается о другом человеке, да? Ему просто хочется скорее обнять, скорее почувствовать вот это вот все. Я стараюсь себя так успокаивать, но ведь я же человек, и когда резко ко мне подбегают, я тоже могу испугаться. Я предупреждала даже кого-то, что если вы резко ко мне подбегаете, я могу просто нечаянно кого-нибудь ударить, просто автоматически, чтобы вы не пугались, мои хорошие. Лучше ко мне просто подходить, говорить, там, ты одисом, да, я никого никогда не отталкиваю. Подходите, спрашивайте. Да, иногда это не приносит удовольствия, когда человек там из-под тяжка где-то снимает тебя, да, вот это мне не всегда там нравится. Ну, потом я себя успокаиваю тем, что, ну, ну, это же человек, который просто хочет увидеть, запомнить, что он тебя увидел, да? Кому-то может похвастаться, мы же люди такие, мы любим хвастаться другим людям. Я стараюсь на это как-то более спокойно относиться. Конечно же, еще бывают такие моменты, когда ты идешь по городу. Раньше я любила просто идти по городу и слушать музыку, да? Сейчас такого у меня не бывает, я, наверное, уже года два просто не хожу по городу и не слушаю музыку, потому что я знаю, что я не смогу пройти спокойно по городу и послушать музыку. Кто-нибудь ко мне все равно подойдет. Ну, и бывают такие моменты, когда ко мне подходят люди, и их начинают прям, знаете, трясти. Это большая часть, конечно же, детей, да? У них становится какой-то шок, их начинает прям трясти. Были такие моменты, когда девочки просто были в каком-то ступоре. И, знаете, я смотрю на них, и я сама не знаю, что в такой момент делать, потому что как бы я стараюсь их обнять, как-то поддержать, но я не знаю реакцию того человека, потому что она бывает разная. У кого-то бывают взрывы эмоций, кто-то начинает кричать, кого-то начинает трясти, у кого-то прям начинается, знаете, такое какое-то состояние, я не знаю, как это описать. И, знаете, я никогда об этом не задумывалась, потому что когда я там тоже встречала каких-то популярных людей, меня само вот так вот трясло, я была в каком-то шоке, что ты когда-то видишь там с экрана, и, да, потом видишь вживую, у тебя такое состояние какой-то трясучки, да? А у людей, у детей, которых я встречаю, бывает вообще разная реакция. Это не только там трясучка, это бывает и шоковое состояние, он просто не может ничего сказать, произнести, он просто вот так вот стоит и не знает, что ему дальше делать. Я, конечно же, стараюсь поддерживать таких людей, постараться их обнять, расслабить, чтобы они расслабились, но это бывает очень тяжеловато сделать. И я хочу вам сказать, мои хорошие, если вы подходите ко мне и вас начинает трясти, вспомните вот это видео, которое я вам сейчас говорю, и постараться расслабиться, потому что я такой же человек, когда я вижу вас, я так же нервничаю, как и вы, потому что я не хожу вот так вот, ой, я такая крутая, такая деловая, я ничего не боюсь, мне ни за кого не страшно. Конечно же, я встречу человека, и которого будет просто вот так вот мандраж, мне самой за него станет страшно, и я буду бояться тоже подойти к человеку, чтобы ему не стало просто плохо от этого всего, да. И воспринимайте более как-то это все попроще, да, я знаю, что это тяжело, когда ты видишь какого-то человека популярного, да, у тебя вот так вот просто все закрывается, и ты не видишь никого, ничего, у тебя просто вот такой мандраж. Но старайтесь, мои хорошие, потому что мы тоже все люди, и нам тоже это немножечко непривычно, мы боимся за вас, чтобы вам не было плохо, чтобы вам от нас не становилось хуже, мы также за вас переживаем. Знаете, я очень рада тому, что я стала блогером, я не скажу, что я всю жизнь буду, наверное, блогером, хотя я не знаю, что будет дальше, да, может быть, когда-нибудь я все это закрою, прекращу, и мне это просто надоест, но пока мне это приносит удовольствие, я хочу снимать, рассказывать о своей жизни, и я знаю, что очень много людей, такие же, как я, просто все держат в себе, не показывают чего-то, боятся, стыдятся, да, ну, мы так воспитаны, что мы большую часть держим в себе, всех своих думок в голове, всех своих переживаний, мы все держим в себе, мы стараемся не показывать это людям, потому что мы думаем, что это слабость, показать себя, свою личную жизнь, это как-то, кто-то думает, что ты сумасшедшая, про меня, мне кажется, вообще, думает уже полгорода, что я какая-то сумасшедшая, сижу тут просто перед камерами, болтаю, снимаюсь, танцую, и очень многие думают, что какая-то сумасшедшая, мамаша еще тут за детьми, понимаете ли, не смотрит, а такое чувство, знаете, как будто сидят и живут рядом со мной и знают, что у меня в жизни происходит, и судят меня, именно судят, просто, как бы увидели человека, там ему что-то нашептали люди другие, и все, они осудили этого человека, но это жизнь, мои хорошие, к этому надо привыкать, и в этом, наверное, есть минус маленького городка, что тут тебя будут как осуждать, так и любить, поэтому это маленький городок. Ну и, мои хорошие, если вы хотите стать блогером, миллион раз подумайте, готовы ли к этому вы, есть ли у вас сила, чтобы быть сильной, сильным, не обращать внимания на тех людей, которые вас будут просто прогибать, которые будут вас засирать, скажу так, да, сможете ли вы весь этот напряг выдержать. Если вы готовы, то я желаю вам удачи, чтобы вы тоже стали блогером. Вот и все, мои хорошие, я рассказала вам такую частичку себя, я знаю, что не все любят видеодневники, потому что большая часть любит у меня всякие уроки о лайке, да, там всякий туториал или что-то еще, но я знаю, что это видео посмотрят именно те люди, которые любят меня просто как человека, а не как лайкера, которым нравится просто меня смотреть, слушать, которые меня поддерживают, и я их очень сильно люблю, люблю вас, мои хорошие, что вы меня поддерживаете, что вы всегда со мной рядом, и только вы, только вы даете мне двигаться вперед. Я вас очень сильно люблю, обнимаю и целую. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok